Глава 97. Тревожные откровения. «Значит, пять крей-стражей было определенно», — сказала Твайлетт, откинувшись в удобном кресле напротив Альбуса и вместе с директором задумчиво разглядывая поврежденное кольцо на его столе. Из-за всеразъедающего яда с клыка Василиска, который теперь покоился в коробке рядом, кольцо почернило. Потребовался лишь один удар, нанесенный с другого конца комнаты. Защитные чары кольца едва начали реагировать на атаку, как все уже было закончено. Тем не менее Альбус с грустью смотрел на кольцо. «Семейный перстень Гонтов. Драгоценность, прошедшая через века. Наследие рода Певерилов. Бесценное сокровище, оскверненное безумным эгоистом. И один из даров смерти, если его предположения верны». Эх, поспешил он, конечно, поспешил. Стоило придержать плащ у себя еще несколько недель. И тогда у него оказались бы все три дара вместе, о чем много веков мечтали маги и ведьмы. Палочка стала первым истинным ключом к разгадке и тайны существования даров. Альбус узнал это в тот же момент, как взял ее в руки много-много лет назад. Изначально он пропускал мимо ушей хвостовство Геллерта. Но когда выиграл дуэль и коснулся палочки, то все изменилось. Геллерт же, несмотря на все свои заявления, вовсе не хотел выигрывать в той дуэль, как и сам Альбус. Уж точно не ценой убийства друга. Но подобный проигрыш был единственным способом отказаться от палочки. Вернее, эта палочка отказывалась от мага, не желавшего побеждать своего противника. Эта палочка, она казалась более живой, чем все другие, с которыми Альбус сталкивался в жизни. И в глубине души он мгновенно почувствовал, узнал, что она из себя представляет. Плащ, вероятно, тоже был одним из даров. Однако с ним никаких определенных зацепок не было. Вполне могло быть, что этот плащ не являлся даром смерти. А всего лишь хорошая работа неизвестного мастера-артефактора, каким-то образом сохранившая свои свойства и остающаяся в идеальном рабочем состоянии уже несколько веков, хотя большинство подобных плащей теряет свою эффективность всего через несколько десятилетий. С другой стороны, в своих исследованиях Альбус обнаружил, что далекий предок Поттеров женился на дочери Певерилов. Альбус также поступил в далекий предок Гонтов. И если насчет плаща у него еще были сомнения, то кольцо однозначно было одним из даров. Это Дамблдор видел со всей определенностью. Узнаваемый признак красовался на самом видном месте, вырезанный на округлом черном камне перстня. Треугольник, совписанный в нее окруженностью, разделенный пополам вертикальной линией. Герб Певерилов, увы, почерневший золотой перстень, лежал на столе разбитый и скорежный, да и сам камень теперь пересекала зазубренная трещина. Ведь легендарного артефакта в столь удручающем состоянии заставлял Альбуса невольно задуматься, можно ли каким-то образом восстановить это кольцо, или же оно безвозвратно уничтожено. А его легендарные возможности утрачены навсегда. Ах, если бы он только сохранил плащ еще на неделю, то сейчас бы уже знал, где правда, а где вымысел в легендах о дарах смерти. Правда ли эти три предмета были подарками аватара смерти? Или, может, это просто чрезвычайно мощные артефакты, пусть и созданные магом, сравнимым по силе с Мерлином? Только эксперименты и исследования могли ответить на эти вопросы. И он обязательно ими займется, когда останется один. Может, даже удастся одолжить плащ у Гарри? — Вы уверены? — спросил Альбус, взглянув на Твайлот. — Да, — кивнула она. — Он прекрасно вписывается в кривую. И значит, мы точно еще не обнаружили два из них. Но мы не знаем, первый ли это крестраж. Или до него были еще какие-то. Превращенная принцесса вздохнула и задумчиво поджала губы. — Значит, мы знаем, что душа Тома была разбита на шесть частей. Подвело только старый маг. Поэтому, если он хотел разбить ее на семь, ему требовался еще один крестраж. Но планировал ли он еще один? Или уже создал его? Стал ли Гарри случайно пятым или все же шестым? Несколько секунд они просидели в тишине, погруженной каждой в свои мысли. Наконец, Дамбалдор вздохнул, открыл тайник. Осторожно, с благоговением вложил в него испорченное кольцо. Следом опустил клык Василиска и закрыл ящик. — Так странно! — вздрогнув, принц Латвайлот. — Я знаю, что эти два предмета буквально только что лежали у вас на столе. А теперь понятия не имею, где они. И она покащала головой. — Спасибо за помощь в этом деле, — сказал Алибус. — Рада помочь. — Вероятно, через несколько недель у меня в руках окажется еще один. — Превосходно! Широко улыбнул Ствайлот, а потом замерла на мгновение, как будто размышляя, стоит ли об этом говорить. — Кстати, не могли бы вы теперь уже помочь мне? — все же решилась она произнести свои мысли вслух. Алибус вопросительно изогнул бровь, слегка наклонив голову. — До сих пор после всего, что принцесса Эквестрии сделала за последние несколько месяцев, она, по сути, ни разу его ни о чем не просила. Иногда приказывала, периодически даже отчитывала, и вынужден был он признать, дело это не без причины, но не просила. Это связано с Сириусом Блэком. Теперь затела вверх и другая бровь. — Я прочла все доступные отчеты о том, что случилось в ту ночь, когда Гарри остался сиротой. — сказал Твайлот, и в упор уставилась на него. — И я не обнаружила в них ни единого факта, который может послужить неопровержимым доказательством. А представленные свидетельства выглядят противоречивыми. Слова принцессы заставили Дамблдор нахмуриться. — И потому мы с Гарри хотели бы попросить вашей помощи в восстановлении истины. Следом она перечислила обнаруженные ею противоречия. Сириус предал своего лучшего друга без видимой причины. Сириус — крестный отец Гарри. Сириус ненавидит всех пожирателей смерти. Малая вероятность того, что ребенок способен много лет скрывать свои истинные чувства как от всех своих друзей, так и от окружающих его взрослых. То, как его собственная семья прокляла Сириуса за то, что он пошел против Волан-де-Морта. То, что его палочка никогда не проверялась на последние заклинания, которые ей выполняли. Нереальность взрыва, разорвавшего множество маглов в ошметке, но оставившего от предполагаемой жертвы всего лишь один палец. А затем напрямую спросила, почему Сириус, в отличие от большинства выявленных пожирателей смерти, никогда не был подвергнут судебному разбирательству. Да даже допрос нигде не упоминается. Остальные, пойманные на месте совершения преступления, например, в доме Лонгботтомов, все поголовно предстали перед судом. Почему же для него было сделано такое исключение? Он якобы смеялся и говорил, что убил их. Продолжало рассуждение Твайлот. Неужели никто даже не предположил, что его могли поразить заклинанием смеха? И что потом он, вероятно, словил и Конфидус? В конце концов, он ведь сражался с другим магом. Влияние таких заклинаний вполне способно объяснить его поведение при задержании. Если бы в Эквестрии кто-то предъявил принцессам подобные факты как основания для обвинения, то Сириус был бы немедленно вызван на королевский суд и допрошен. И если бы он отказался отвечать, его бы пришлось бы отпустить за недостаточностью улик. И меж тем, принцесса вновь взглянула в глаза директору и покачала головой. Он сидит в вашем москобане. А ведь он был одним из бойцов в этом вашем секретном ордене Феникса. — Почему вы ни разу его не навестили? Почему не захотели узнать, что же тогда произошло у него лично? Командир всегда обязан выяснить, что случилось, когда его солдаты попадают в беду. Особенно, когда они совершают поступки, настолько сильно противоречащие их характеру. В конце концов, это могла быть и тщательно спланированная провокация. — Честно говоря, — добавил Этвайл, снова покачав головы, — у меня возникло впечатление, что кто-то просто хотел засадить его в тюрьму. Ему было плевать на доказательства. Они просто использовали общественное мнение против него, потому что он был сыном Ориона и в Альбурге Блэк. А всем известна репутация семьи Блэк. Альбус задумчиво откинулся на спинку стула. В таком свете факты он никогда не рассматривал. В суматохе последних дней войны даже просто предать суду Визингамота пожирателей смерти оказалось не так-то легко. Более того, нападения продолжались еще несколько недель после этого, еще больше запутывая дело. Из-за этого пожиратели смерти, которых удавалось пленить во время сражений, прямиком отправлялись в Аскабан. Они сопротивлялись Аврорам при аресте и были схвачены на месте преступления. Какие еще нужны доказательства? Да и министр магии Бангольд заверил его, что глава департамента магического правопорядка Барти Крауч-старший лично получил признание Сириуса Блэка. Все это было неопровержимыми доказательствами того, что Сириус Блэк, близкий друг Джеймса Поттера, оказался пожирателем смерти под прикрытием, виновным в предательстве Поттеров и убийстве Питера Пэддигрю, а также дюжины безобидных маглов. Альбус верил своим друзьям в министерстве и даже подумать не мог, что, возможно, кто-то из них мог затаить обиду на выдающегося мага или его родителей. Дамбалдор знал, что много лет назад в Ордене обнаружилась дыра в их системе безопасности, и уж больно много было случаев, когда его люди попадали в ловушку. Сначала он посчитал, что предателем был Римус Оборотень, но, видя насколько разбитым и опустошенным оставило его известие о том, что его друзья мертвы, Альбус быстро понял, что проблема не в волке, тем более, что после признания Сириуса казалось, что предатель найден. Тяжело вздохнув, Альбус рассказал принцессе все, что знал о событиях той ночи. Когда пришел сигнал тревоги, он и сам находился в гуще сражения с другой группировкой Пожирателей Смерти, а потому послал Хагрида, единственного мага, которого мог выделить, положившись на его природное сопротивление магии, способное дать тому хоть какой-то шанс противостоять творившемуся в Годриковой лощине беспределу. — Уже потом Хагрид рассказал ему о том, что произошло в доме Поттеров. — Но ведь это же бред какой-то! — заявила Твайл, внимательно выслушав директора и мрачно нахмурилась. — Если бы Сириус Блэк хотел убить Гарри, у него было бы предостаточно времени сделать это задолго до прибытия Хагрид. А сам Сириус к приходу Гарри уже мог сбежать очень далеко. Никто бы даже и не заподозрил, что он вообще там был. — Ее предположения оказались довольно логичными, и Альбусу пришлось признать, что она права. — Что конкретно вы от меня хотите? — неохотно сказал он, подавшись вперед. — Я не могу освободить его без веских доказательств. — Вы имеете в виду такие же веские доказательства, как и те, которыми прикрылись, чтобы кинуть его за решетку? — поморщилась принцесса. Алибус вздохнул. — Визингамот и министр Фадж станут на дыбы. Стоит мне лишь завести речь об его высвобождении, не имея на руках неоспоримых фактов. По их мнению, что сделано, то сделано, и нечего расшить прошлое. Я хочу, чтобы его судили при свидетелях, спросили его, является ли он пожирателем смерти, спросили, предавал ли он своих друзей, спросили, поддерживает ли он Валдеморта, и проверили, наконец, его палочку, если она все еще лежит в министерстве. — Я уже пыталась привлечь к этому делу адвоката, но никто, никто в министерстве не захотел с ним даже разговаривать. Все, с кем он говорил, отмели его аргументы, как не относящиеся к делу. Уже одно это говорит мне о том, что происходит нечто такое, к чему нас не желают допустить, чтобы мы не узнали лишнего. — Если маг действительно виноват, почему бы не заявить об этом во всеуслышании? Почему не распространить правду о его гнусных поступках? Почему бы не показать всем убедительные доказательства? Зачем полагаться на непонятные слухи и общественное мнение, чтобы судить человека? Или же он не виновен? Они это знают, но хотят, чтобы он и дальше оставался в Аскабане. — Вы ведь можете потребовать показать его палочку и проверить ее при свидетелях, — добавила принцесса, подавшись вперед. — Только сделать это надо быстро, до того, как кто-то сможет уничтожить улики! Дамбалдор снова откинулся на спинку стула и погладил бороду. — Если проверка палочки ничего не даст, потребуйте возможность посетить его лично. Поговорите с ним! Выясните, что он помнит. Узнайте, действительно ли он предал своих друзей. Ну хотя бы спросите, почему он это сделал. Если он это признает, что ж, будем считать, что дело улажено и никакого суда не требуется. Если вы встретитесь с ним, и он сам скажет, что виновен, я оставлю это дело. Настала очередь принцессы откинуться на спинку стула и ждать. Ожидание выдалось долгим. — Что ж, тогда давайте прямо сейчас так и поступим. Наконец пошевелился Альбус. Мы проверим его палочку и уже после решим, что из этого следует. Директор подошел к камину и, бросив туда пригрышню дымолетного порошка, объявил. Министерство магии Атриум. Обычно по выходным министерство практически пустовало. И столько не случалась какая-то критическая ситуация. Но сотрудники департамента магического правопорядка работали всегда. Твайлот с директором пересекли большой вестибюль, направляясь к столу с надписью «Охрана». Твайлот впервые оказалась в Атриуме, и директор наблюдал за тем, как она с интересом осматривается вокруг. Удостоив полированный паркетный пол из темного дерева лишь мимолетным взглядом, принцесса обратила пристальное внимание на переливчатый синий потолок с сияющими золотыми символами, которые перемещались и видоизменялись, делая тот похожим на огромную небесную доску объявлений, а на деле являющиеся рунами, защищавшими министерство от обнаружения маглами и обеспечивающими безопасность сотрудников. Сейчас множество позолоченных каминов по левую сторону длинного зала, обрамленные стенами из темного дерева, отполированного до блеска, пустовали. Наконец она заметила и фонтан, располагавшийся по центру Атриума. Золотые статуи, куда больше их реальных прототипов, стояли посреди круглого бассейна. Собственно, трудно было не заметить фигуры кентавра, гоблина и дымового эльфа, восхищенно смотрящих на мага и ведьму по центру композиции. Сверкающие струи воды взлетали с кончиков двух воздетых палочек, наконечника стрелы кентавра, верхушки шляпы гоблина и забоя хушей домового эльфа, так что пустынный Атриум наполняло журчание падающей воды. Сейчас они были единственными посетителями министерства, и звук их шагов эхом вплетался в плеск воды фонтана. Альбус почувствовал, что слегка покраснел от того взгляда, который принцесса бросила на него, когда они проходили мимо этой скульптурной композиции. «Верховный чародей!» — восликнул плохо выбритый маг в сиренево-синемантии, когда они подошли к его столу, поспешно швыряя Плея Визард, который читал в ящик стола. «Я сопровождаю посетителя», — сказал Дамблд, указывая на Твайлод. «Прошу, подойдите сюда», — сказал маг неуверенно, улыбаясь к главе Визингамота. Твайлод подошла к нему ближе и с любопытством наблюдала, как маг поднял со стола длинный золотой жезл, довольно тонкий и гибкий, словно хворостина. Маг взмахнул этим странным инструментом вверх и вниз вдоль тела Твайлод, повторив эту операцию спереди и сзади. Положив золотой инструмент, охранник протянул руку. «Палочку, пожалуйста», — вежливо сказал он. Маг поместил палочку Твайлод на не менее причудливый медный инструмент, больше всего походящий на аптекарские весы, но только с одной чашкой. Что-то в недрах инструмента завибрировало, и из щели в массивном основании вылетела узкая полоска пергамента. Маг оторвал его и внимательно прочел содержимое. «Одиннадцать дюймов сердцевина из двух волос и ликорнов используется четыре месяца?» Тут явно ошибка, или так и есть. Охранник нахмурился и перечитал пергамент, затем снова взглянул на явно взрослую ведьму. «Все так. Я получил ее только в августе». Служащий пожал плечами. «Ну, это я оставлю у себя», — сказал он, накалывая пергамент на небольшой медный шип на подставке. «А это ваше», — добавил он, аккуратно передавая палочку назад мисс Спаркл. «Спасибо», — с улыбкой сказала она и, забрав палочку, сунула ее обратно в кобуру. «Спасибо, Эрик», — сказал Альбус, сверкнув очками. Маг удивленно распахнул глаза и покраснел, польщенный тем, что директор запомнил его еще со времен Хогвартса. «Не стоит благодарности, Верховный Чародей. Хорошего вам дня!» Порасследив за тем, как эти двое направляются к воротам в конце атриума, охранник медленно сел. С громким звоном и грохотом перед посетителями опустился лифт. Золотая решетка отодвинулась, твайлайт с Альбусом молча вошли внутрь, и старый маг нажал нужную кнопку. Монотонный голос Альбус знал, что он создается специальным заклинанием, объявлял каждый этаж, когда они проезжали мимо. Наконец голос произнес «Второй уровень. Департамент защиты магического правопорядка. Также на этом этаже расположены управление по ненадлежащему использованию магии, штаб Авроров и административные службы Визингамота». Они вышли, и Альбус направился по коридору прямиком в штаб-квартиру Авроров. Едва не вошли, молодой Аврор, сидевший за столом, рядом с дверью выпрямился. Он, кстати, тоже читал книгу, какое-то учебное пособие. «Чем могу помочь, Верховный Чародей?» Положив учебник на стол и поднявшись, вежливо поинтересовался юноша. Альбус улыбнулся и погладил бороду. «Да, Джим. Думаю, ты сможешь нам помочь. Я хотел бы увидеть палочку Сириуса Блэка и проверить его с помощью заклинания приори инкантатом. Мы только что обнаружили, что данная проверка никогда не была проведена». «Но зачем?» — удивился маг, явно польщенный тем, что Альбус помнил его имя. «Он же был осужден еще десять лет назад. Боюсь, что нет». Его не судили, и кто-то решил этот вопрос, не проверяя его палочку. Очевидно, этого так и не было сделано. Поэтому мы не можем быть уверены, что именно он был причиной взрыва, убившего так много людей. Аврора нахмурился. «Я бы очень хотел вам помочь. Но только главный Аврор может дать подобное разрешение, особенно учитывая, о чьей именно палочке мы говорим. Я понимаю». Добродушно кивнул Альбус. «Поэтому будь добр, развести Руфуса о моем визите и просьбе, чтобы он мог предоставить нам такое разрешение». Молодой маг на мгновение замер в нерешительности, затем кивнул, подошел к камину, бросил порошок в пламя и вызвал Руфуса Скримджера. Последнего вызов в выходной день явно не обрадовал, но через несколько минут тот уже стоял в оплоти перед Верховным Чародеем. «Что это за дела с палочкой Сириуса Блэка?» Довольно грубо спросил он. Дамблдор подробно объяснил ему, насколько имеющиеся факты, по их мнению, противоречат теории. «Я без вопросов сделал бы это для кого угодно, но только не для Блэка», нахмурившись после речи директора, заявил Аврор. «В его случае мне лучше связаться с Амелий». Десять минут спустя директор департамента магического правопорядка задумчиво кивала головой. «Ты прав. Что же, мы можем решить это довольно быстро. Руфус, проводи нас в комнату хранения волшебных палочек». Пятнадцать минут спустя все трое ошарашенно таращились друг на друга. Чары щита, чары слежения, аппарация, чары слежения на большом расстоянии, чары принудительного обращения анимага и снова чары слежения. Именно такими были первые, точнее, последние шесть заклинаний, сотворенных палочкой. Далее шли последние четыре заклинания, повторенные несколько раз подряд. «Вы уверены, что это палочка Блэка?» Спросила Амелия, глядя на главу Авроров. «Однозначно», — подтвердил Руфус. «Она соответствует всем описаниям, а это...» Он показал ярлычок, привязанный к улике. «Указывает, что именно эту палочку у него отобрали при задержании». Печать подтверждает, что ее ни разу не вынимали из коробки с тех пор, как поместили в нее десять лет назад. «Что ж...» — сухо принесла Твайлот. «Теперь мы точно знаем, что он не виновен в убийстве Питера Пэддигрю и множества маглов посреди улицы, а обвинение, скорее всего, сфабриковано». Амелия уставилась на сиреневолосую эквистрийку, а либо знал, что она по долгу службы должна была прочесть об эквистрийцах в стенах Хогвартса. «Но он все еще виновен в предательстве Поттера, в приведшем к их смерти!» Раздраженно фыркнув, заявил Руфус. «И он пожиратель смерти!» «Не факт!» — возразил директор. Скринджер неуверенно взглянул на Амелию. «Суд над ним ведь никогда не проводился. Так что мы этого на самом деле не знаем, не так ли?» «Он сам признался, с чего бы!» — возразила глава ДМП. «До сих пор все думали, что он также сознался и в убийстве Питера и маглов. Но, как оказалось, они ошибались, так ведь?» Добавила она, кивнув на палочку. Затем перевела взгляд на Верховного Чародея и вздохнула. «Думаю, нам следует немедля посетить Аскабан. Поскольку дело касается Сириуса Блэка, в принципе, мне следует сообщить министру, что я туда собираюсь. Но процессуально в этом нет ни о какой необходимости», добавила она, обведя присутствующих взглядом. Всего десять минут, и они уже на опорном пункте Авроров, расположившемся напротив Аскабана. Путешествие на лодке по водной глади заняло еще полчаса. Все пятеро надели на шею специальные медальоны, чтобы защитить себя от внимания строжащих в тюрьму жутких тварей. Несмотря на непрерывное использование согревающих чар, все они дрожали от холода. У входа их встретил один из дементоров. Альбус заметил широко раскрытые глаза и испуг на лице принцессы Твайлет, когда существо открыло перед ними ворота. «Я — директор департамента магического правопорядка Амелия Боунс», — твердо сказала Амелия существу, положив руку на медальон. «Отведи нас, заключенному!» Несколько секунд монстр безмолвно парил, но затем все же отплыл из проема ворот. Через мгновение группа последовала за ней вглубь здания. Отчаяние окружало их, словно незримое, но тяжкое морозное облако. Дамблдор вызвал Патронуса, и тот, расправив крылья, взлетел над их головами. Тепло, излучаемое магическим существом, заставило их инстинктивно держаться как можно ближе. Группа следовала за дементором, спускавшимся все ниже и ниже в утробу тюремной башни, пока, наконец, не остановилась перед одной из зарешеченных камер, врезанных в стену коридора. Амелия быстро сотворила чары приватности по обе стороны коридора, чтобы их разговор остался конфиденциальным. Лежащий на каменном ложе в клетке маг смотрел на них пустым взглядом. Поначалу Дамблдор даже подумал, что заключенный сошел с ума, учитывая отсутствующее выражение на его лице. Однако через мгновение мужчина нахмурился, встал и, пошатываясь, добрался до разделявшей их решетки. Сириус Блэк был лишь тенью самого себя по сравнению с тем, как он выглядел и вел себя десять лет назад. «Директор?» — сумел прохрепеть заключенный с надеждой в глазах, уставившись на старого мага. «Они, наконец, сказали вам, что арестовали меня?» Министерские чиновники обменялись взглядами. «Сириус Блэк!» — шагнула вперед Амелия Боунс. Бледный и схудавший маг повернул к ней голову, прищурился и задумчиво нахмурился. Наконец на его лице промелькнуло узнавание. «Амелия!» — наконец принес заключенный. «Руфус!» — добавил он, переведя взгляд на сопровождавшего их мужчину. Затем Сириус перевел взгляд на Твайла и долго ее рассматривал. «Тебя я не знаю...» — в конце концов пробурмотал он. «Сириус Блэк!» — повторила Амелия. «Ты пожиратель смерти?» Вопрошаемый запрокинул голову и зло нахмурился. «Никогда!» — очеканил Сириус окрепшим голосом как можно громче. «Я никогда!» — не стану одним из псов! «Я лучше сдохну!» Внезапно его лицо изменилось, словно заключенный потерял мысль и пытался вспомнить, о чем говорил. «Джеймс мертв!» «Ли тоже! Я их видел! Они просто лежали мертвые!» «Почему я не умер вместо них, но хоть Гарри в безопасности?» Вдруг оживился он. «Я отдал его Хагриду!» «Гарри ведь в безопасности, верно?» Вдруг, вцепившись в прутье, спросил заключенный маг, снова обернувшись к Дамблдору. «Он у тебя в безопасности, верно?» «Да», — кинул Альбус. «Гарри в безопасности. С ним все хорошо». «Как же тот, кого нельзя называть Валдемортом, Эмелия?» — поправил Альбус. Бросив на него раздраженный взгляд, глава ДМП начала снова. «Как тот, кого нельзя называть, нашел Поттеров?» К удивлению и испугу присутствующих, Сириус внезапно рванулся вперед, ударяя головой по путям решетки. «Это моя вина!» «Это я убил их!» — воскликнул он. «Это я уговорил их сменить хранителя тайны на Питера!» «Я сказал, что буду приманкой на Питера. Никто даже не подумает!» «Они ведь знали, что Джеймс был моим братом!» «Я был очевидным выбором, и псы придут за мной! За мной! За мной! А не за Питером!» «Я был силен! Я смог бы отбиться!» «А Питер, он... он был так себе!» «Ха-ха-ха! Питер обманул нас! Он отлично нас провел!» «Питер, где эта крыса Питер?» «Питер был предателем! Он присоединился к пожирателям всего через несколько месяцев!» «После того, как мы вышли из школы, это я отдал их жизни прямо в руки старику Волди!» «Я... я подал их голову ему на блюде с золотой каемочкой!» Амелия какое-то время сверлила заключенного взглядом, приподняв бровь. «Это правда?» — спросила она. «Я готов покляться своей жизнью и магией! Что то, что я сказал, истинная правда!» Твердо ответил он на ее скептический взгляд. «Но... как видите, у меня нет палочки!» Внезапно он резко метнулся в сторону и стал перед Амелией. «У вас ведь... у вас ведь... у вас ведь есть Виритросэрум! Я с удовольствием приму каплю-другую Виритросэрум!» И высунул язык, как будто ожидал, что она тут же капнет на него несколько капель. После нескольких секунд пустого ожидания заключенный разочарованно закрыл рот. «Амелия!» Вдруг улыбнул сон, выпрямляясь. «Как мило с твоей стороны было зайти ко мне в гости!» «Увы, чай я тебе предложить не могу, но, может, поболтаем? Как твои дела?» «Думаю, мы уже видели достаточно», — сказала глава ДМП, поворачиваясь к Джимми. «Атопри дверь!» Алибус многозначительно посмотрел на ведьму и кивнул. Он хорошенько заглянул вглубь сознания Сириуса, когда тот оказался прямо перед ним, и погрузился достаточно глубоко, убеждаясь, что заключенный говорит правду. В суде, впрочем, это было бы нельзя предъявить как доказательство, тем более учитывая, что сведения были получены без согласия субъекта. Но Алибусу этого было достаточно. Зажравшиеся коррумпированные чинуши на десять лет оставили его ученика гнить в тюрьме. Он больше не останется здесь ни на одну лишнюю минуту. Ошарашенный увидим, Джим кинулся открывать дверь со всей возможной поспешностью, когда решетка распахнулась, Сириус чуть ли не вывалился в коридор, словно мешок картошки. «Не пытайся идти на своих ногах», — предостерег его Алибус. «Я сам тебя донесу». Чтобы выбраться из тюрьмы, потребовалось гораздо меньше времени, чем на то, чтобы попасть внутрь. Даже при том, что им приходилось перемещать значительный груз при помощи Чарлока Мотор. «Это взорвет магическую Британию», — пробормотал Руфус. «Да что ты говоришь?» — с нескрываемым сарказмом ответила ему Амелия. «Кто бы мог подумать, что может быть допущена столь чудовищная ошибка?» Печально покачал головы главный Аврор. «А меня это заставляет задуматься, что же на самом деле случилось с Питером Пэддигрю? В конце концов, если это не Сириус сотворил то взрывное заклятие, то кто еще мог это сделать?» Остаток пути они привели в молчание, если не считать Блэка, который то бессвязно что-то лопотал, то начинал рыдать. Туайлод почти все свое внимание сосредоточил на Сириусе, непрерывно накладывая согревающие и очищающие чары, раз за разом заверяя мага, что Гарри счастлив, что она заботится о нем в меру своих сил, и что он сможет увидеть мальчика, как только достаточно поправиться. Когда они вернулись в кабинет в Аврорате, Руфус тут же отозвал нескольких Авроров заданий. Тем временем Амелия вызвала целителей из госпиталя Святого Мунга, и когда те прибыли, Руфус поручил своим людям внимательнейшим образом следить за Сириусом, пока лекари делали все возможное, чтобы восстановить здоровье и рассудок мага. Пока они были заняты, Амелия воспользовалась запасами Веритросерума. Вместе с Сирителями и Аврорами она устроила Сириусу допрос и заставила его повторить свои показания перед свидетелями и под воздействием зелья. Новость о том, что это Питер, держа палочку за спиной, успел устроить взрыв посреди улицы до того, как Сириус смог его проклясть, стал для них откровением, подействующим не хуже ушатой ледяной воды. Тот факт, что Питер убил всех в радиусе двадцати футов от себя и нырнул в канализацию в своем анимагическом облике крысы, еще больше потряс всех присутствующих. Затем, перед теми же свидетелями, Амелия повторила проверку палочки. К тому времени, когда сотрудники министерства услышали и увидели доказательства, они были не просто в ужасе. Никому из них даже в страшном сне не могло привидеться, что невинный маг может оказаться в Аскабане на десять лет без суда и следствия и без сколь-нибудь существенных доказательств. Столь вопиющий случай нарушал едва ли не все процедуры и правила, которым следовали Авроры. — В понедельник состоится заседание Визингамота, — сказал Дамблдор и взглянул на Амелию. — Как только я открою сессию, и прежде чем мы начнем обычные дела, я потребую немедленно провести суд над Сириусом Блэком, поскольку он за эти десять лет так и не предстал перед ним. Боунс, понимающий, кивнула. — А если кто-нибудь будет возражать, тогда я скажу им, что он десять лет ждал предъявления обвинений, когда закон прямо требует, чтобы арестованному было предъявлено обвинение в разумные сроки, но не более чем через месяц после ареста. Если они все же откажутся судить его, то я им скажу, что в таком случае буду вынужден закрыть дело в связи с предвзятостью, чего, собственно, и требует закон, если обвинение не было предъявлено в течение указанного срока. Амелия снова кивнула. — А если они заявят, что все это было законно в соответствии с законом о полномочиях чрезвычайного положения, что продавили министр магии Бенгольд и глава департамента Барти Крауч, значит, тогда напомним им, что если они позволят этому решению остаться в силе и не проведут суд над Сириусом Блэком, то создадут прецедент для министерства. Прецедент, в соответствии с которым можно будет арестовать любого человека, какого захочется, на месте преступления, независимо от того, чистокровный он или нет, и бросить его в Аскабан, не позволяя задержанному или членам его семьи протестовать это решение. Все, что нужно будет сделать министерству, это заявить, что возникла кризисная ситуация, «Это заставит их шевелиться», — мрачно ухмелилась в ответ Амелия. Глава департамента магического правопорядка проводила Альбуса и Твайла до лифта, а затем, разъяренной фурией, ворвалась в свой отдел. В доходчивых выражениях она изложила подчиненным, как и в каком свете в понедельник будет представлено дело в Визингамоте, и начала раздавать письменные приказы, которые окажутся на столах тех, кого они касались прямо с утра в понедельник. Кроме того, Амелия приказала проверить архивные записи каждого заключенного, прибывающего в Аскабане. Как заявила глава ДМП, у нее нет никакого желания, чтобы в тюрьме обнаружились и другие случайно забытые невинные люди. Только не при ее руководстве. Субтитры создавал DimaTorzok